Настал очередной отпуск, а на душе не радостно. Первый раз за сколько лет, за 13 лет, да? 13 лет. Вот так вот сидели, вот буквально когда в сентябре, в сентябре у нас отпуск был. И вот тут рядышком скакала. Баська радовалась. Что? Что? Ехать пора уже, да? Ехать пора. Собрались в отпуск. Сколько мы в отпуске не были? В июне, в прошлом году были в отпуске, но ездили в марте. У Люды маленький отпуск был. А я в межвахту, в Железноводск, а теперь настоящий отпуск. Едем в Брюховецкую к маме, а потом, наверное, в Адыгею, да? Угу. Потом в Адыгею пойдем. Вот козюлька наша, козюлька. Плавный ездок. Да. Рада. Бася, ну что, поедем? Поедем? Да, да, да. Она так радовалась каждой поездке, хоть куда. Хоть по городу, хоть за город, хоть в магазин, бывало, брали с собой. Скачет, радуется. За столько лет нету этого ощущения. Вроде отпуск. Ждешь, ждешь его. Вроде радоваться, а как-то грустно. Вот наша Басечка. Все время с собой брали. Везде и в Крым. Куда бы ни ездили, везде с собой. Вот первый раз одни едем. И машина, как всегда, забита до вверху. Вот и Басечки нет уже. Не знаю, как люди ездят. У нас машина и багажник, и задний ряд. Все почти до вверху. Едем опять к маме, а там видно будет, куда. Куда поедем отдыхать. Либо в Крым, либо не знаем пока куда. Пока не решили. Ну все, с Богом. Так, мы все уже сейчас будем отъезжать. Вот так у нас машина забита. Вот здесь раньше Басечка сидела. Переноска ее была. Вот она. Сейчас там наши вещи. Дорогу. Вот полно. Все сзади. Водительская, пассажирская, только свободные все. Это вообще полный пипец. Вот так вот мы ездим. На три недели отпуска. Машки в Астрахани полно. Самый разгар машки. Вот как раз уезжаем вовремя. От сюда поналетели. Так, время 7.57. Ну, можно сказать, 8. Выезжаем. Спидометр 146-564. Всегда засекаю, хотя знаю расстояние. Такая привычка. Сейчас Людочка подойдет, пошла мусор выбросить. И мы поедем. Ну, Людмила Владимировна шла, пропала. Она вот ходила за газетой. Мою семью купила. Ларек открыли, да? Одно время ларьки закрыли газетные. Вперед опять открыли. Люда, любимая газета, моя семья. Так, ну что, все, поехали, готовы, все. Алло, слушай, может заедем, шлепки посмотрим. Может она уже пришла на работу. Все равно уже чуть-чуть тут. Ну, 15 минут. Ну, пожалуйста. Сколько собираемся и не соберемся за шлепками на рынок теперь. Ну, давай. Только надо же. Давай, быстро, 5 минут. Сейчас мы быстро притомемся. Ладно, поехали. А я думаю, 8 часов выехали. Ага, теперь на тебя. Так, это у нас уже Калмыкия или еще Астраханская область? А? А, подожди, Астраханская, потому что поворот на пятерку там будет. Вот такие солончаки здесь. Это еще Астраханская область проезжаем. До Калмыкии не доехали до границы. Вот такие солончаки. Степь еще не совсем высохла. Еще кое-где зелень есть. А вот как на езжали поближе с этой стороны? Куда-то ходили? Прямо голубой это просто? Ну, это дальше еще. Уже проехали еще дальше? В каком-то году мы останавливались, ходили. Бася. Ну, Бася всегда с нами. Как мы ездили. Поживут, поспорство. Побежали. Побежали. Пощупать соли. Почем путь соли. Здесь, здесь мы ходили. Я говорю, у меня там почему-то осталось, что это прям голубой. Вот видишь, какими-то местами. Нет, она даже розоватая. Голубизна. Так все было там, такое белое, синее. Вот я не помню в каком году. В 18-м году, может. Или в 19-м ходили. Ну, ролик у меня есть. Там под музыку я сделал. Басечка скакала рядышком. Вот такие вот кругом степи. Самая тяжелая дорога. Вот от Астрахани до Элисты. Пейзаж такой. Унылый, конечно. Теперь, где я не пойму, мастер-сервис. Вот две машины идут. Это, наверное, мастер-сервис все-таки. Их двумя такими автобусами возят. Сейчас ближе подъеду. Номер. Но я до этого видел, что-то 111, по-моему. А номера это краснодарские. 123. Так, может вообще КТК едут? Немножко КТК. Морседес. Непонятно. С этой стороны тоже от Озера такие. Вот тоже 123 регион. Морседес тоже. А может, КТК везут? Вот еще Озера. Соли сколько. Кругом солончаки. А вот чуть ранее проезжали, там прям посадили сад. Деревья фруктовые, яблони или что, непонятно. Вот интересно, на таких землях решили сад вырастить. И растут же. Тут соль кругом. Поворот на НПС-5. И как раз вот граница. Вот там НПС-5. Вышку видно. И вот Калмыкия начинается. Калмыкские степи пошли. Заметно, что Калмыкия пошла, да? Да? Прям заметно сразу, да? Резко степи такие пошли, да? В Астрахани там такая насыщенная, буйная растительность, да? Все то же самое. Едем и никак не решим, куда нам ехать, отдыхать. Ну, сейчас в Брюховецкую приедем, переночуем. Одну ночь переночуем, да? Или две ночи? Не советую спешить. Впереди камера. Ир 90. Понятно. Нет, две ночи. Мы сегодня приедем, переночуем. Завтра маму заберем с больницы. Еще раз переночуем, да? И потом поедем уже. Вроде как в Крым склоняемся. А куда именно? Где мы вот отдыхали? В 2018 году первый раз ездили в Малореченское село. Или поселок Малореченский. Кто как называет. И пишут по-разному. Малореченское и Малореченский. И там мы два раза отдыхали в 2018 году. Первый раз с мамой и с Владой ездили. Потом в 2019 с тобой, да, вдвоем? В 2019 с Людой вдвоем мы поехали. Отдыхали. Потом долгий-долгий перерыв. Это коронавирус когда пошел? Сколько лет мы ездили? В 2022 году мы поехали в третий раз в Крым. И планировали в Алубку. И мы ее как-то сквозняком пролетели. Въехали в нее, пока смотрели по сторонам. Где бы остановиться, приткнуться. Чтобы походить в квартиры посмотреть. Некде было встать. И мы вот так сквозняком ее смотрим. Уже закончена Алубка. Конец населенного пункта. И сразу начинается Семеиз. И вот мы в Семеизе остановились. И там нашли, ну, в принципе, не пожалели. Очень хорошее жилье нашли. Там на канале видео есть тоже гостиница. Хорошая очень. Чайка называется. Обалденный поселок. Такой небольшой. Пляж небольшой, городской. Ну, как он? Поселок городского типа, наверное, да? Семеизм. Городского типа поселка. И что самое для нас было хорошо. Это возможность с этой точки ездить в Ялту. Ну, в разные стороны. В одну и в другую сторону. И в сторону Севастополя, в сторону Ялты. Мы так и делали, мотались день. Отдыхаем там. И следующий день едем куда-то в новые места посмотреть, погулять там. И вот так, в принципе, весь отдых проходил. А теперь думаем, куда еще в новое место. Люда не может ходить по такой гордой местности. Да и у меня тоже с коленями проблема. Что-то поровнее хочется. Не хочется, а для наших ножек желательно. А мне, наоборот, хочется где-то по гордой местности, там, улочки узенькие, спуски, подъемы, лестницы, вот это, погулять, посмотреть просто. И вот хотелось бы, вот опять я забыл это название, за семеизм поселок какой-то, сейчас вот никак не вспомним. Есть там и Гаспра, и Кореиз, и еще вот какой-то, все вылетело из головы. А Люда не хочет туда. Короче, вот, думаю, ты не вспомнила? Вчера я говорил за этот поселок, и, посмотри, это уже по карте глянуло. А сейчас уже интернет. Там это, фильм снимали про Крым, в этом поселке. Интернета нет. Ладно, вспомню, потом скажу. Это вот тут такие барханы, небольшие, вот, песчаные. А тут тяжелые бои шли в Отечественную войну. Правильно, да? Ну, помятник уже проехали же, да? Нет. Здесь не шли бои, значит, отсюда не дошли, да? А там вроде бы проезжали, так было написано, что здесь прогибло, но я не успел. Там тоже памятник стоял, вот сейчас, где я показывал барханы, там памятник стоял какой-то. А вот где в Халкуте, там, там вроде как остановили, да, их? Или что их? Ну, я думала, да. Ну, а тут что за памятник, так застоял, непонятно. Ну, тут периодически меняется растительность. То выжжена, то вот кустики зеленые, то пески. Вот, доехали до Халкуты и, наконец-таки. Вот такой вот поселок. Тут и кирпичные домики. Однотипные такие, да, все идут? Да, наверное, как колхоз. Колхоз, колхоз, колхоз. Колхоз, 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 колхоз. Что-то было, наверное, построил. Поэтому все такие, наверное. Сейчас вот облагородили, вот на трассе прям освещение везде, бордюры вот эти стоят. А так, поселок, беденький, конечно. Там их администрация или что? Вот эта школа, скорее всего. Тут уже не работает кафешка какая-то была. А вот тут, а при доме кафе открыли. Все, и весь поселок. Все сейчас заканчивается. А вот сюда мы... Здесь живет вот слева, вот там, помнишь, как его Ахмед, по-моему, да? Ахмед. Который помог нам с машиной. Это в 2010... Нет, в 2011 году, да? В 2011 году машина у меня шестерка сломалась. И вот я уже рассказывал в каком-то видео из отпуска. И вот он нам со своей машины абсолютно бесплатно полувось поставил. И вот на выезде, я не знаю, как это... Вот с этой стороны на выезде, с той стороны, перед Кокутой, слева вот памятник будет сейчас. Вот он памятник. Защитником страны. Вот мы никак туда не сходим. И тогда же останавливались, можно было на дорогу перейти и сходить. Вечный век спешим. Быстрее, быстрее. Почти середина пути между Астраханью и Элистой. Вот здесь мы всегда останавливаемся на работу, когда едем перекурить. А вот какие-то автобусы стоят. А наш автобус, значит, ушел уже. Что, в туалет не? Да что, не хочу. А тут 126-й регион. Нет. Не заправляться хочешь? Нет. О, мастер-сервис. В туалет хочешь? Ох, нифига себе. Тут даже и птички. Вот это, да. Вот это мошка. Представь. Сетку так. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А, какие у нас тут. А ты что, в отпуске что ли? Нет, на работу еду. Жену с собой взял. А у нас не хватает. Нет, она будет индивидуально мне готовить. Я в столовой не кушаю. А мы думали, нам нет. Куда собрались? Куда собрались? Сейчас к маме в Краснодарский край туда. Ой, какие у нас. В станицу. Люда называет Хацапетовка. Хацапетовка? Да. Это вообще замечательно по фильму. А оттуда в Крым. Только куда еще не решили. Сейчас маму с больницы заберем. Завтра ее выписывают. Да там приболела. Ну, уже нормально все. Завтра заберем. Она вообще говорит, езжайте меня заберут. Там соцзащита. Там что за ней? Дочки мои там тоже помогают. Я говорю, не, мам, мы тебя заберем. И потом поедем. Ну, конечно, проведем все равно назад. А потом далеко ехать. Как раз в денечке там перетасывается. Ну, да, с дороги. Так легче, так легче. Мы сейчас к вечеру приедем только. Одиннадцать часов езды. Да, да, да. Ясненько. А наши что, уже уехали? И не видели. Или они еще не доехали? Ну, кажется, мы там приезжаем. Эти старшие дороги. Мы же обычно приезжаем. Вы стоите. Да. Да, вы дольше стоите. Да, мы остаемся, вы стоите еще. А нет, эти дороги тоже. Мы, наверное, рано приехали. Да, мы же не рано приехали. Да, мы двое. Ну, на 10 даже врачей. Да, мы двое. Вот дорожный перекус. Перед обедом. Черешня. Три сорта тут. Обедаем обычно в Ипатово. Как раз под пути. И мы еще до Элисты не доехали. Ну, чуть-чуть осталось. Вот уже сейчас с Элистово. Впереди камера на 90. Спасибо. И там от Элисты до Ипатово еще, наверное, часик с лишним. Вот как раз середина пути. Пообедаем, отдохнем чуть-чуть. И дальше поедем. А Володя Черешин, куда я? Я сейчас поеду. А потом тебе будет. А, алые листы. Посмотрите налево, посмотрите направо. Направо городская мусорка. Свалка. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Слушай, а где тут был памятник, а мы проехали, да, уже? Какой-то их ненациональный там отлично. Раза 3-4 засыпал. Ужас какой. Через 500 метров на светофоре поверните налево на трассу Р-216. Да раньше так не разговаривал. Что-то там стоят, мы стоим. Что, и все красные? Те-то тоже стоят. Поверните налево. Для пешеходов где-то работает что-то. А пешеходов прям толпы бегают. Никого нету. Один вот такой худенький-худенький полицейский. Вот когда переименуют полицию в милицию обратно? Что там уже переименовали? ГИБДД в ГАИ или что, я уже забыл? Не слышно. Что-то такое переименовали. Не слышно. Точно не помню. А я такой, говорю, уже переименовали бы полиция обратно в милицию. Что за полиция? Как полицаи, блин. Войну были? Ассоциация такая нехорошая. Поехали. Мне кажется, так раньше не было столько фуру в этом месте. Вообще. Не может, да? Прям оживленно-то. Еще и воскресенье сегодня. Листа правее. Прикорм. Как рыба. Прикорм. Прикорм. Это крупная черешня. Вкусная такая. Да, тоже. Попадается прям очень сладкая. А тут балка такая. Будь здорово. Спасибо. Такая глубокая балка. И там какая-то речка вонючка. Через один километр, 500 метров, поверните направо. Эта речка похожа со честных. Что интересно, там он все время стоят, что вы думаете? Вот такая извилистая камышек сам. И тут где-то очистные, по-моему. Ну пока не знаю, где-то тут и есть. И вот здесь рыбачат. Наверное, какая-то рыбка есть. Вон они рыбаки. Это так прикольно извилистая, да? Ага. Такой зигзаг прям. Все, у нас подъем пошел. Крутой подъем. Через 500 метров поверните направо на трассу R216. Это не русская? Вроде русская. R216. Да. Поверните направо. Вон они места. Город. Как в балке. Опять листа началась. Она то заканчивается, то опять начинается. Так, ну что, нам бензина хватит до этого. До ипад вам уж обычно там. Сейчас сожгли больше. Через 500 метров. Ну, черешни надо дать, не знаю, да? Да, да, конечно. Что, то она пропадет. Тем более она еще не дает. Вот у Койловской заправка. Ладно. Попробуем доехать до Ипатова. Я думаю, должно хватить. Да, тут народу. Что-то никак. Опять и весна закончилась. Вот этих выписок точно. А, ну правильно, вот этот круг, это ж это, туда на тройку. Минводы мы ж ездили вот в ту сторону. Туда. Все, все то же самое. Дом оранжевый, мама. И забор оранжевый, и крыша оранжевая. Прикольно. Веселенький домик. А вот какой домик. Ну, прикольно. Ставра 5664. Это заправка, что причем. Ну, то заправка была. С таким, с такой крышей. Да. Он хурул какой-то еще. Творец, где была Ялчинская конференция, на экскурсию. Это когда Сталин, Рузвельт, Черчилль? Да. Это где? Не помню, в каком это было. Мы были в Воронцовском дворце, а там же еще. Ливадийский? Нет. Несколько там же. А сколько их дворцов? Ливадийский, Воронцовский, какой еще? Массат тогда. Ну, мы в Воронцовском были и все, больше ни в каких не были в дворцах. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Впереди камера на 60. А тут 90 стоит. А ну, дальше. Знак опять Телестан начинается. Через 500 метров на светофоре поверните налево на трассу Р-216. А, 20-16. Какого клетка такая? Тоже что, смотри, у меня был такой штуки. Вот, а как-то мы поехали прямо... Поверните налево. Товарищ посоветовал нам. Мы поехали вначале туда, потом вернулись. Поехали через ремонт на зимовнике. Ну, мне как-то здесь больше нравится. Там что-то как-то... Дорога оказалась хуже и подольше. Так что не... Здесь как-то она... Здесь и лучше дорога, и быстрее, и ровнее. Там участок вообще был такой... Неважный прям. Дорога оказалась хуже и подчеркнула.